Сегодня я сюда переехал не для того, чтобы вам показать этот квартал, а для того, чтобы посетить музей. Музей Сад Берканом. Один из частных музеев, но один из моих любимых музеев, считается. Тут уже видно, музей Сад Берканом. Это дом. Раньше здесь жили вот эта фамилия, династия Коч. Самые, скажем, богатые. Раньше они были самые богатые, но сейчас один из богатых, потому что еще другие стали богатыми. Но все-таки самые знаменитые две семьи у нас в Турции давно. Сабанджи и Коч. Если в Турции, скажите, называйте сами богатые две семьи в Турции, вам скажут Коч и Сабанджи. Есть еще другие, но о них мало кто знает, потому что эти люди еще очень много занимаются культурными мероприятиями. Открывают музеи, становятся спонсорами разных фестивалей, много музеев открывают, культурными мероприятиями занимаются. Вот тут музей Сад Берканом. У них много сооружений, где они жили разными временами. Сегодня буду посещать, но сегодня мне еще поможет гид музея. Постоянно гид музея, я с ним созванился. Чтобы было более интересно, он расскажет, я буду переводить. Я вошел, тут кафе музея. Я тут встречу с гидом этого музея, и он потом нам расскажет о музее. Потом как раз пришел? Циан Бэй. Это гид музея. Я с ним проведу первые свои тесты. Он мне расскажет, я буду вам переводить. Пока, здесь будем петь минут чай попить. Без чая куда, никуда, не денемся. Потом посетим музей. Ак 3-болями. Бережьте. Вот музей вообще-то раньше принадлежал. Фамилия Азерян. Азерян это армянская фамилия. В 50-е годы Эльде Вехпи-Коч. В 50-е годы вот это основатель, вот этой династии Вехпи-Коч, который умер уже лет 15, наверное, купил. И тут жили определенный период, как дача, летняя резиденция. Потому что они жили в городе. Но этот музей основала Севги Генюль, дочь этого владельца, в честь своей матери. И потом... А вот Садберканом я хотел вам показать. Это главная, а это жена. Вот сами основатели этой династии. Садберканом. А это музей основал ихни Ихточ. Севги Генюль. И сегодня мы работаем в доме. Азерян это музей. Потом рядом с домом купили. И там тоже расширили этот музей. А вот это госпожа Садберканом. Значит, госпожа Садберкан. Жена Вехпи-Коча. Она коллекционерка. Коллекционер очень много чего собирала. И как она хотела, что после смерти основалась такого рода музей, чтобы выставлялась то, что она собирала. Это президент Вехпи-Коча, это зелала вот доц. Ш Эээ, в гонюль. Но она хотела, чтобы здесь выставлялась ее коллекция, но до этого вообще у нас понятия частного музея в Турции не было, и по этим правилам законов не было. Но после смерти матери, вот эта династия Коч уже обращается к государственным учреждениям, чтобы получить разрешение, разные процедуры они делали, и в конце концов получили разрешение. Получается этот музей Садберканом, первый частный музей на территории Турции, после этого уже другие музеи открылись у нас на территории Турции, с этим тоже спасибо. И после я вам еще дополнительно скажу, это как бы частный музей, но так красиво его сделали. Даже до этого наши государственные музеи не такого рода были, не так качественно выставлялись экспонаты. Это как бы был для нас тоже пример, и наши государственные музеи тоже после этого реставрировали, и более европейские стандарты начинают открывать музеи. Конечно, после того, как он был в его восхищенном музее, когда он был создан музей, он продолжается работать. В нашей жизни еще продолжается в истории. С начала создан музей, где было 3000 музея, но сейчас это количество по 20.000 музея. Но как я и я, у меня, в коллекции около 30 человек экспонатов было. Но после смерти тоже разных экспонатов покупали. И данный момент в музее 20 тысяч экспонатов. 20 тысяч экспонатов есть еще. 20 тысяч экспонатов. В этом музее вы увидите археологию и тюрьки ислам эсэр. В этом музее есть два отдела. Один отдел, одном доме отдел археологического развития, археологический раскопки в одном соружении. И второй отдел, в этом сооружении, музей турецкого исламского искусства. Сейчас начнем с археологического отдела. Очень богатая тоже коллекция. Там нам расскажешь. Тут на входе вот такое маленькое помещение, чтобы обучать детей. Тут разные периоды, разные обучения. Это, конечно, связано с искусством. Обучение делает для детей об этом в интернете. Это соружение дополнительное. Это соружение называется Севгигонель. Это имя дочери этого Садберкан. В этом соружении данный момент временная выставка. Это музей каллиграфии. Показывает разные каллиграфии, разные периоды. Называется красота на вязи. На другой части сооружения мы увидим на вторых этажах археологический. Как я уже много об этом говорил вам, из-за того, что ислам запрещает изображение человека и животных, у нас таких нет. Поэтому вязь это очень важно на культуре искусства турков и вообще всех мусульманов. Это то, что у вас рисуют. У нас писали разные стили, разные красоты, разные орнаментами. Это как бы вообще свой образный, искусства была мусульманом и всех турков, конечно. Особенно Куран'ın yapılмасında, yani sanатlı kitап olarak düşünüldüğü için и санаткаром для работы очень важный момент. Это очень важно. Конечно, самая главная точка написала, это конечно нашла свете книга Коран. И поэтому самые-самые известные художники арабской языки занимались, чтобы написать красивые Кораны. Был kitabın yapılmasında, Hattatya'nın da özellikle иллюстрационlarını yapan, renklendirmesini yapan ve kitabın cildini yapan zanatkarla beraber dört ustanın çalıştığını biliyoruz. Вообще-то один Коран, но это не один человек это все сделал. Тут один мастер, который писал, покрасит. То есть один рисовал просто как форму, это штукатурка. Это очень важно. Это все наборы. То есть один рисовал. То есть один рисовал. И самая главная штукатурка. То есть один рисовал. Вот один рисовал. Что такое хилей-шериф? Видимо, здесь есть хилей-шериф. Что такое хилей-шериф, что такое хилей-шериф, хилей-шериф, украшения он написан пророку Мухаммеду. Также его характер, в принципе, аж хилей-шерифа, что такое хилей-шериф. Как лоса, как свет глаз, как запах, все написано на этой хиле и шерифе, то есть это то, что хваляет пророку Мухаммеду. Конечно, конечно, у вас рисует кого? Иисуса Христа, Деву Марио как иконы, у нас это запрещено, поэтому у нас пишет. Что нет? Это комплект такой, ну и как это ручка ихная, и это вот это то, что называется, вот ручка и чанили, вот эти, скажем, стаканчик, коробка чанили, то, чем они писали, вот это длинное помещение, это ручка, щетка вернее. — Виан Леви Hиле — Османды aynı zamanda bu güzel sanatların, kitap sanatının, portre kitaplarını kullanıldığını görüyoruz, mesela burada Osmanlı padişahların portreleri ne hищeren bir kitap... — Бу сарай üzельем, yapılmış acaba? вот еще уже поздний период конечно это еще рисовали передворник скажем султанов или разных принцессов это конечно для народа запрещено был но для своих это махмуд султан махмуд первый реформист я вижу а тут ахмед 3 я вижу а султан махмуд вообще первый реформист он очень много чего разрушал даже европейского типа действия он первые узаконил вот такие портреты это скрипсова адиле султан бу ким acaba адиле султан му ким а длина султан мя султан это не адиле султана бия султан одни из доучери султана махмуда то есть он разрушал а художникам рисоват ноталя сибия как свой альбом симейни и и и и и и и В общем, это как указы или насилия различных султанов. вот этот круг дальше продолжается как чтобы читать открываешь и считаешь один может указ султана приказы еще может быть это как наследствие для какого-то сооружения допустим комплект комплекс построил там магазине там хамам какого дохода для чего потратить как зарплату заплатить служителям и так далее такой вакфия называется это называется меч меч это мастер у мастера студенты как которых он обучал один или два это мастер им дает вот это формы вязи они повторяют но может здесь 100 раз может 200 раз чтобы такой же красивый написал и вот это повторяющие скажем титрады этих образовый вот первый второй треон студент этого мастера тут я вижу 10 наверно повторял чтобы такой же красивый написал как свой мастер табы узн иллар сфальт çalışmalар сунчин да оттат просто Taxi это tão бюджетный вакуа истин дата verимы истин дата れる он есть бюджетный мастер-кер при этом единственный дата он тоже просто есть конечно но не 8 звук кстати вы что здесь вакуру а тут Это дипломы, он повторил, если уже мастер, думает, что он заслужил, самостоятельно работал, этому студенту дает диплом, вот тут образцательных таких дипломов. Это пенели, работал до работалейские дипломы, получить собачку для работал с документами? Причем мысли косmosу, посмотрите все, видишь, мысли косmosторы. Причем, мысли космос держим, мысли космос, как биотераметр, как мысли космос. Причем большой дипломы, мысли космосы, например, б coisas bên particulом, помимо вас есть 275 фантэ, havia диплом в Лейтогене с бомбаркой по конкурсу. Тут чулмы, наголовные такие чулмы, разным сектам ислама они принадлежат. И тут некоторые миниатюры, скажем, разных усыпаний этих шейхов, шейх их называют, то есть главный мастер, главный религиозный мастер шейх. Да, временные выставки уже прошли, как вошли туда музей, с левой стороны уже постоянная выставка с отделом археологии, мы начнем. Продолжение следует...